Эй интерактив и гейм бай Джейн Спарроу представляет игру что осталось от Эдит Финч Привет, сегодня мы с тобой узнаем тайную историю покрытую мраком семейства Финчей Ты уже видишь что мы находимся на пароме и направляемся к себе домой Главную героиню зовут Эдит, которая не была дома очень давно Эдит это единственная представительница своего рода Финчей Оставшихся в живых А вот что произошло с другими членами семьи нам и предстоит сегодня выяснить по крупицам Итак, обратимся к нашему дневнику, который мы ведем с самого детства Многое из всего этого покажется бессмыслицей И я прошу за это прощение Я просто хочу начать с самого начала С моего дома Одинокий дом, который находится посреди леса Разыскивается ребенок Мой брат Милтон пропал, когда мне было четыре Дом, казалось, просто бесследный, его поглотил Кто-то установил ограждение из сетки, но, похоже, я была не первая, кто через нее пролез Итак, мы выяснили, что у нашей героини был младший брат Милтон По всей видимости, его так и не нашли Я жила тут до 11 лет, но в половину комнат меня не пускали Почтовый ящик дома фичи Почтовом ящике я нашла, считай, семилетней давности, с пометкой «Срочно» Почтовый ящик выглядит очень оригинально Также мы видим старинные газеты Я не была здесь со дня похорон моего брата Льюиса Еще один брат Интересно, сколько же всего их было в семье? Не вторгаться Эта частная территория ведется видеонаблюдение Я слышу где-то жабу Но не вижу Я-то спряталась На шее главной героини любопытный кулон Моя мама оставила мне вместе с завещанием ключ, но не сообщила, что именно он открывает Может, она думала, что я сама догадаюсь? Или считала, что самой этой тайны хватит, чтобы я вернулась? На дереве висит фамильная вывеска Финчи Дорога разделилась Пойдем по этой тропинке, она выглядит намного интереснее Если честно, то ощущения такие, как будто я девочка-егерь, которая обходит свои владения Сорванный постер о розыске Милтона Правда в том, что даже получив дом в наследство, я и не думала сюда возвращаться Но теперь у меня были вопросы о моей семье, а ответы знал только дом Даже неудивительно, что в таком густом лесу мог потеряться маленький мальчик Вдали вижу тележку А здесь еще одна тропинка и постер В лесу вокруг дома всегда царила какая-то неуютная тишина Оно словно хотело что-то сказать, но никак не решалось По всей видимости, здесь что-то делал отец Или наемный рабочий Вижу навес для автомобиля Только сейчас задумался о том, зачем развешивать постеры о розыске в глухом лесу Где живет одна семья и никого не пускает Наконец-то из гуще леса появился дом героини По этой дороге мы могли бы прийти, но мы выбрали тернистый путь Старый навес для автомобиля, где лежат дрова и приделанное кольцо для баскетбола Хотел посмотреть, что внутри, но здесь слишком темно Дом был в точности таким, каким я его запомнила И каким он мне снился В детстве дом вызывал у меня тревожные ощущения, для которого я не могла подобрать слов Но теперь, когда мне уже 17 Я точно знаю, что это было за чувство Дом меня пугал Огромный дом С кучей двей Зайти можно откуда угодно Но наверняка в нем есть какие-нибудь детские лазейки Дом выглядит ухоженным Нет заросшей травы, мусора В 11 лет пролезть в эту дверь было намного легче Итак, мы проникли в дом через собачью или кошачью лазейку И попали в гараж Гараж в большинстве случаев использовался как кладовая для хранения вещей и инструментов Небольшой детский бассейн И машина, накрытая полотном, чтобы не запылилась Впервые за несколько лет Я чувствовала себя дома Из гаража мы попали прямиком на кухню Но больше она была похожа на библиотеку, заставленную книжками Правда, от семьи остались только воспоминания Только один ресторан соглашался делать доставку в наш дом Поэтому мы привыкли к китайской кухне В память о любимом Льюис Финч На картинке изображены члены семьи На вид совершенно обычный дом Но его просто слишком много Будто улыбка, когда видны сразу все зубы На шкатулке написано Барбара Прадедушка Свэн сделал для Барбары музыкальную шкатулку Как и все остальное в доме В этой части дома все, что относится к Барбаре А это ее маленькое фото На стене также висит энтомологическая коллекция По всей видимости, Барбара любила насекомых Мама строго-настрого запрещала мне даже заглядывать в подвал Так что мне ничуть не удивительно, что ключ не подошел Кажется, это гостиная Любопытная лампа Своя история есть даже у камина Эдди рассказывал, что на него пришли кирпичи И с самого первого дома, который затонул Дом очень сильно насыщен различными предметами и картинами Можно часами блуждать здесь и рассматривать все это Через трубу камина можно услышать завывание ветра Невероятное количество книг Можно сделать вывод, что семья очень любила читать На столе был беспорядок, который мы оставили перед отъездом Будто взорвалась бомба, которая уничтожила всех живых, но пощадила всю мебель Коляска с кислородным баллоном Моя мама была единственная, кто считал, будто бабушка Эдди согласится жить в доме престарелых Теперь ясно, чья это коляска А здесь окно с видом на гараж Мы снова вернулись на кухню Похоже, что первый этаж мы полностью обошли Давай поднимемся на второй Скрытые коробки или наоборот недоупакованные Пустая кладовка И на всю семью был органайзер для писем Моя мама вовсе не была оптимисткой Но никогда не теряла веры в то, что мой брат Милтон жив Много чего осталось от того последнего бурного дня Входная дверь заперта А эта дверь выглядит так, словно за ней скрыто что-то фантастическое И вдобавок ко всему она еще и запенена Подъемное кресло для бабушки Кислородный баллон и коляску поднимал кто-то из семьи Мама заперла все двери после того, как пропал Милтон А Эдди в отместку просверлил дверные глазки Запененная дверь в комнату Барбары Самый первый дом построил Один, отец Эдди От комнаты Барбары шел какой-то оранжевый провод Картина «Мой друг Бигфут» Когда мне задавали вопросы, связанные с семьей, первым делом обязательно спрашивали о Барбаре Оказывается, маленькая Барбара была актрисой Ты слышал этот звук? Словно что-то скрежет по дереву Может показалось? Комната Молли Тоже запенена Молли, 1937-1947 Надо же, открытая дверь Одна-единственная на весь дом Я часто играла в комнате двоюродного дедушки Уолтера Наверное, мама иногда жалела, что не заперла ее Льюис рассказывал мне о потайных ходах, но я ему не верила Как выяснилось, моя мама хорошо умела хранить секреты Теперь настало время узнать, чего же так боялась моя мама По рисункам на стене было понятно, что до меня здесь бывал мой брат Милтон Глядя со стороны, наверное, может показаться, что у меня был план Но я не знала, что за той дверью Я вообще не имел понятия, к чему все это может привести Молли В детстве я часто заглядывала в комнату Молли через дверной глазок У хомяка Молли была крошечная спаленка, а в ней даже миниатюрная клетка для хомячка Впервые оказавшись внутри, я чувствовала себя так, будто шагнула в картину на стене Лупа, разрезанная морская звезда, микроскоп, бабочка По всей видимости, Молли любила изучать насекомых, и не только Я чувствовала, что Эдди проводила тут немало времени Еще до того, как моя мама заперла двери Кажется, это дневник Молли Что ж, я думаю, она будет не против, если я прочитаю его 13 декабря 1947 года Дорогой дневник, меня скоро не станет Но я хочу рассказать кому-то, что произойдет Все началось, когда мама отправила меня спать без ужина Я проснулась очень голодной И начала искать, чего бы съесть Корм для хомячка Корм для хомячка совсем высох, но еще жевался Ну вот, объели хомячка Теперь ему нечем будет позавтракать Только не говори мне, что ты сейчас отберешь корм у рыбки Хотела даже Кристофера съесть, но передумала Я все ела и ела Это же зубная паста О боже мой, тебе плохо не будет от этого всего? Той ночью я много чего съела Мне кажется, что эти ягоды не стоит есть Это была бутафория Вдруг я услышала за окном чириканье Эта ласточка возвращалась в свое гнездо Я потянулась к ней И вдруг Я стала кошкой Это ягоды так на тебя подействовали или ты уснула? Я была осторожной, но птица очень испугалась Мама с папой меня даже не заметили Я прыгнула и почти поймала ее Теперь я залезла на большое дерево Я обещала папе больше не лазить так высоко Но сейчас мне нужно было поймать эту птицу Я съела ее И вдруг я стала совой Сначала был только ветер А потом я услышала, как в траве постукивают чьи-то зубки Зайцы Я смотрела на него и представляла, какой он видит меня и мои когти Я проглотила его Целиком И полетела искать добычу побольше Большая зайчиха Я едва подняла ее Давилась и все равно не могла остановиться И вдруг я стала акулой По всей видимости мы застряли Но акула борется и пытается выбраться в океан Я схотилась с обрыва и упала в океан Теперь есть хотелось еще больше Затонувшая лодка Интересно, кого на этот раз мы съедим? Я вижу, слева кто-то плавает Я хотела толстого жирного тюленя Я откусила ему плавник, и он был очень вкусный Я схватила его намертво Но была такой голодной, что выпрыгнула из воды Когда я открыла глаза, все изменилось Похоже, что мы стали анакондой Неужели мы теперь охотимся за людьми? Теперь я стала чудовищем И чуяла людей Я была большая, но двигалась очень тихо Бедный рыбак Он даже не понял, что произошло Я хотела остановиться Но не могла Кажется, я слышу пьяного капитана Боюсь, он даже не догадывается, что с ним случится через минуту Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Люди кончились Но я все еще хотела есть Но я все еще хотела есть И почуяла что-то новое там, вдалеке Именно то, чего хотела Туда я и поплыла Я ползла по песку И приятный запах звал меня в старую трубу Субтитры сделал DimaTorzok Я была уже близко Ты узнаешь эту комнату? Это комната Молли Мы вернулись обратно Во всех моих животах крутила и урчала И вдруг я снова стала собой Я надолго задержала дыхание Но ничего не услышала Думаю, оно ждет, пока я усну Но долго ждать оно не будет Ему нужна еда И мы оба знаем Что я буду очень вкусный Не знаю, верила ли я во все это Но я убеждена, что Эдди поверила бы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok